Девушки отдыхают Друзья, у финала совершенно особенная атмосфера и у команд-участниц особый настрой на этот матч. Это кажется очевидным, однако в последнее время все чаще можно услышать, что кубки теряют свою актуальность. Посмотрите на мотивацию команд в этом матче и на до предела забитый стадион. Ничего подобного, это битва за трофей, а трофеи всегда актуальны. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Команда предпочитает действовать преимущественно на контратаках. Думаю, и в этой игре мы увидим что-то подобное. Скорее всего отдадут мяч и будут терпеливо ждать момента для стремительного рывка к воротам соперника. Арбитр уже дал сигнал к началу игры и мы смотрим финальный матч кубка, друзья. Наверное, не стоит говорить, что интерес к этому матчу огромный и со стороны болельщиков, и со стороны прессы. На кону трофеи. Вот это удар! Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Бей и выводи команду вперед! Хорошо защита играет. Посмотрим за этой атакой. В центре штрафной подан мяч с углового. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно не смог он как следует пробить головой и получилось то, что получилось. Из этой атаки может быть... Есть шанс выйти вперед! Потащил один удар, но может быть и второй. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Тут защита справляется, потеря мяча. Конец первого тайма, счет не открыт. 0-0. Начинается второй тайм финального матча. Совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем этого турнира. Это может быть опасная атака. Штрафной подачи есть там. Лотарь не без проблем, но справляется с ударом. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он малопродуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Все здоровы, так что эта замена продиктована исключительно ходом игры. Может получиться интересная атака. Мяч за лицо. Это значит. 90 минут истекли, счет равный. Нас ждут еще два тайма. Команда устали. Игроки провели на поле 90 напряженных минут. Но теперь надо собраться и провести еще дополнительное время. И подает в штрафную. И бьет! Еще одна возможность. Очень хотят они выйти вперед. Очень хороший удар. Очень опасный. Близко к голу, но счет пока остается прежний. Опасный удар. Все это было очень близко к взятию и ворот. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Штрафной подачи. И есть там кому сыграть. Защита первая на мяче. Вынос. Навес на ближнем. Ротарь не без проблем, но справляется с ударом. Отличный отбор. Но кому-то останется мяч. Нас ждет второй тайм дополнительного времени. Второй тайм дополнительного времени начался. Нужно бить поворотом. Ротарь забирает мяч. Отлично сыграно. Надо решать. Потропился игрок с рывком. Вне игры фиксирует орбит. Это может быть опасно. Итак, первый удар серии. Сейчас нет времени спорить. Выгодно бить первому или нет. И почти берет голкипер этот мяч. Но чуть-чуть не хватило, чтобы зафиксировать. Юргий, ну мы же знаем, что чуть-чуть не считается. Ротарь тащит. Взял. Взял. И реализует этот игрок в финальте. Может быть, немного нервно, но красиво получилось. Да, действительно, могла. Могла спасти штанга голкипера. Но в итоге помогла бьющий. Пять в воротах в финальте реализовала. Очень уверенно исполнил. Одиннадцатиметровый удар и забил. Отбил ротарь. Не помогла ему эта маленькая хитрость. Ротарь не поддался. И это гол. Если сейчас он не забьет, матч закончится. Удар в точке точно. Удар и гол. Я, честно говоря, что типо пугодик не разбирается. Остановился он или нет? Раз судья молчит, значит, все технично и все правильно. Потому что вот эта пауза, когда ты чуть-чуть меняешь ногу, меняешь ритм, она многое решается. Четкий удар и гол. Не имеешь в воротах? В воротах! Вы видели это? Видели? Конечно, видели. Еще говорят, что штанга эта другом ротаряка. Порой она и другом нападающего является. Великолепный удар. Вот и все. И камеры ловят выражение лиц проигравшей команды. Да. Хотел бы я сказать, что люди помнят команду, уступившую в финале, но это случается очень-очень редко. А вот как он промахнул со спинами. В любом случае, вратарь все видит. Великолепный удар. Великолепный удар. Начинается церемония награждения. Сейчас команда получит кубок. Капитан ведет команду к подиуму, где будет вручен трофей под аплодисменты болельщиков. Ура! Субтитры делал DimaTorzok И пришло время показать болельщикам поближе то, ради чего все это было. Да, подходит к трибунам команда и вместе с ней завоеванный трофей. Команда в полном составе на поле и все готово к памятной чемпионской фотографии. Это история клуба, которая творится у нас на глазах. Это фото будут рассматривать будущие поколения игроков. А эта победа поведет их к новым успехам. Из этой атаки может получиться... Есть шанс выйти вперед! Потащил один удар, но может быть и второй. Штрафной подачи есть там. Братарь не без проблем, но справляется с ударом. На вес на ближнем. Братарь не без проблем, но справляется с ударом. Вот и все. И камера ловит выражение лиц проигравшей команды. Да, хотел бы я сказать, что люди помнят команду, уступившую в финале, но это случается очень-очень редко. Продолжение следует...